МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У мужчины и его знакомой произошел конфликт, в результате чего он нанес последний свыше 108 ударов кулаками и ногами в области головы и тела. Затем злоумышленник перенес еще живую потерпевшую на балкон квартиры и перекинул через перила. Смерть последней наступила на месте происшествия. Во время совершения убийства он уговорил двух своих знакомых оказать ему содействие в сокрытии тела потерпевшей. Выйдя на улицу, они подошли к месту падения женщины, переложили ее тело на заранее приисканную простынь, после чего переместили в мусорный контейнер, расположенный рядом с домом, тем самым скрывая следы совершенного преступления. Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А лицам, помогавшим укрывать преступление к одному году и одному году 6 месяцам лишения свободы с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Патрульная служба стала участником пресс-тура в исправительную колонию номер 10 УФСИН России по Тверской области. В промышленной зоне этого спецучреждения на более 10 различных производств трудоустроены свыше 600 осужденных. В данном учреждении трудоустроено 100% осужденных. Все выходят на работу как по хозяйственному обслуживанию, так и на производство. Производство достаточно разнообразное, как вы видели. В основном присутствует металлообработка, есть небольшой участок по дереву обработки, изделия из стекла и переработка вторичных полимеров. Комплектующие для подшипников, кольца, сепараторы и шары здесь, в исправительной колонии номер 10, производятся несколько десятилетий. Продукция пользуется спросом. Тем более сейчас, в сложное время для нашей страны. Когда произведенные в колонии комплектующие для подшипников особенно востребованы в оборонном комплексе России. Как вы можете видеть, здесь совместно с осужденными трудятся также военно-наемные сотрудники. Журналисты побывали в цехах по изготовлению подшипников, полотенцесушителей, мебели, изделий из листового металла. Вот труба, она поступает, нарезается в размер. Дальше она шлифуется уже на соответствующем обороне. Особое внимание развитию производственной базы. Используемые здесь современные станки и оборудование позволяют значительно снизить себестоимость изготовления продукции. Заготовки режутся лазером. И тут же гибочные станки тоже современные достаточно. Присутствуем мы на участке листового металла, а именно в гибочном цеху, где у нас установлено гибочное и лазерное оборудование. Значит, здесь происходит у нас изготовление металлических изделий, таких как профлист, направляющие, все, что связано с металлообработкой. Здесь же в исправительной колонии осужденные могут обучаться новым профессиям и навыкам, которые пригодятся им в жизни после освобождения. Общая площадь производства занимает более 24 тысяч квадратных метров. И еще раз повторим, на производстве задействовано 100% осужденных, подлежащих привлечению к труду. Ассортимент выпускаемой металлопродукции достаточно широк. Профиль, профлист, уголки, различные крепления, светильники, фонарные столбы, металлические ограждения и многое другое. В основном мы работаем с нашими контрагентами, которые осуществляют поставку сырья и реализацию готовой продукции. Осужденные в связи со спросом на изготавливаемую здесь продукцию работают в две смены. Возможность реализовать себя в труде важна не только для перевоспитания оступившегося человека, но и для погашения наложенных судом исков и алиментных выплат. История ИК-10 берет свое начало в 30-х годах прошлого века. В 1920-м кузнецы Михайловского сельского поселения создали большую и успешную артель, на базе которой впоследствии открылась исправительная колония. Эту историю хорошо знают сотрудники учреждения. И история эта запечатлена в экспонатах уникального, единственного в нашем регионе музея гвоздарей. Гвоздарничество исчезло полностью еще в середине 20-го века. О нем ничего до некоторого времени не было известно, кроме вот этих наших кузнечных камней, которые были разбросаны по всем нашим деревням. И люди задавали вопросы, что это такое. Мы как-то потихонечку начали эту тему раскручивать, изучать, смотреть архивы. И понемножку собирали какие-то артефакты, из которых потом и получилась эта экспозиция. Со дня создания известного на всю страну музея с ним плодотворно сотрудничают сотрудники, расположенные рядом исправительной колонии номер 10. Колония очень нам помогает в каких-то очень таких вот материальных вещах, в том смысле, что изготавливает нам изделия, очень необходимые, особенно учитывая, что мы выиграли президентский грант. И по этому президентскому гранту мы должны в разных деревнях, населенных пунктах поставить информационно-исторические стенды для того, чтобы люди узнавали, понимали, что это за деревня. И эти стенды сделала нам колония, за что ей огромное спасибо. 8 штук. Мы их установим весной, какие-то уже установленные. И, соответственно, колония нам помогает сделать козырек, например, над музеем, сделать перед открытием. И вообще, в принципе, вот за мое время, пока я занимаюсь музеем, любые просьбы о помощи, мы не, в общем-то, как бы сильно не напрягаем колонию, но все время, когда мы обращаемся, колония нам всегда помогает. Ни разу не было, чтобы колония сказала нет. О помощи региону других исправительных учреждений области мы расскажем в следующих выпусках патрульной службы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова